Вы знаете, мне кажется, что если и можно говорить о некой оппозиции в России, то она все равно лежит в такой плоскости интеллектуальной. Только по-настоящему образованные интеллектуальные люди могут, причем не воинственно настроенные, могут быть некой оппозиции, за которую, вероятно, никто действительно не пойдет, потому что в России по привычке идут за сильными, за кричащими, за теми, кто лезет на Зимний дворец, ломает заборы и так далее. Но это, наверное, менталитет наш. И тем не менее, если существует в России оппозиция, то она совершенно спокойно сидит и обсуждает судьбы народа в каких-то там клубах, ресторанах, домах, квартирах и так далее. Она не стоит на демонстрации. По крайней мере, моя точка зрения такова. Потому что, в общем-то, большинство людей, наверное, понимают, что Россия, она такова, какова она есть, ее изменить невозможно. Если вы посмотрите на то, что происходит сейчас, это, в принципе, все повторение истории. Все идет по одному и тому же сценарию здесь, в этой стране. Всегда так было, есть и будет. И с этим надо просто смириться. И можно, конечно же, сидеть и вздыхать, как же так. Это и есть оппозиция.